Что касается сегодняшнего нашего мероприятия, вот нынешнего, то должен вам сказать, что импульс этому мероприятию был дан Андрею Дмитриевичу самим ректором. Это с его подачи. Мною было принято решение собраться сегодня, хотя тема такая очень рабочая. И сразу скажу, что даже и сидящие здесь в первом ряду, не все были за то, чтобы я приехал сюда и провел эту встречу, поскольку данное мероприятие будет связано и с обсуждением, я надеюсь, обсуждением некоторых персоналей, возможно, кадровыми какими-то новациями, перестановками и так далее. Вот поэтому я призываю вас абсолютной открытости. БГУ – это не просто университет, как вы говорили, клише, но тем не менее это так. Это история, это будущее страны. Вот мне дали справочку, рожденный в годы становления белорусского государства, он стал олицетворением научной и производственной мощи современной Беларуси. То, что вы делаете, это топ-проекты. Я знал, что вы этим занимаетесь, но не думал, что вышли на такой высокий уровень. На это мы обратим очень серьезное внимание, если в этом ваша будет нацеленность и необходимость наших промышленников, тех людей, которые делают конкретный товар благодаря вашим научным изобретениям. Хотя кое-что вы уже, и не кое-что, а значимые вещи сделали. Особенно космос, беспилотники – это будущее. И сегодняшний конфликт в Украине показывает то, что это будущее. Вы, наверное, заметили, что я недавно встречался с бывшим руководителем Роскосмоса, добрым другом моим Дмитрием Рогозиным. Он много чего мне рассказал, многое еще покажет, расскажет. Если у вас будет интерес к чему-то, может быть, даже закрытым каким-то вещам, этот человек с удовольствием поделится с нашими специалистами, с нашими учеными. Может быть, это вам поможет двигаться в нужном направлении. Я смотрю, руководитель Академинал присутствует, Владимир Григорьевич. Я уже им сказал, что ребята в области космоса, беспилотников, может, электромобилей будут вам серьезными конкурентами. И мы эту конкуренцию будем поддерживать. В модернизацию вложены, как вы знаете, колоссальнейшие государственные средства. И, естественно, эти средства должны работать на благо нашей страны, на благо социальной сферы. Что греха таить, до меня доходит различная информация и о процессах, происходящих в последнее время в ВУЗе. Они меня настораживают. Тем более, я помню 2020 год, где вы блестяще себя показали. Но я вам никаких замечаний не делал. Наверное, вы это заметили. Не критиковал вас. Сейчас я полагал, что вы же продвинутая часть нашего общества. И вы сами со временем оцените все то, что вы здесь натворили. Или наши воспитанники, наши дети, прежде всего. Да и преподаватели отличились. Что тут говорить, если уж откровенно. Поэтому любые негативные тенденции, даже самые маленькие, в самом начале своего развития, эти тенденции меня настораживают. Негативные. Поэтому и администрация президента изучала работу Белорусского государственного университета. Были приведены и открытые, и закрытые встречи, и беседы. Мы, думаю, что с большинством из вас, получили мы информацию определенную. Потом БЕСИ, Белорусский институт стратегических исследований, Национальная академия наук, другие государственные органы, очень внимательно изучали ситуацию в Белорусском государственном университете. Для того, чтобы, принимая решения, а мне придется их принимать, не было никаких ошибок. Указывались во множественных докладах на мое имя ряд существенных проблем функционирования университета, основной из которых, цитирую, является непродуманная кадровая политика руководства, недостаточная вовлеченность ректората в административную работу, прежде всего ректора. Это цитата. Это пока не мое мнение. Это отмечается в части кадровых назначений, организации идеологической воспитательной работы с коллективом и студентами. Так это или нет, у вас есть полная возможность меня убедить в обратном. Пока я в этом еще не убежден. Вывод, к которому пришли ответственные лица, в том числе администрация и президент, это орган, который прежде всего занимается кадровыми вопросами. Вывод децентрализации, опять цитата, управленческой вертикали и слабая сплоченность трудового коллектива, чреватой потерей управляемости вузом и утратой лидирующих позиций в научных и образовательных сферах. Услышали. В то же время было поручено правительству привести аттестацию ректоров всех вузов страны. Результаты, откровенно вам скажу, неутешительные. Отдельные ректоры почивают на лаврах, делегируя свои управленческие функции заместителям, занимаются публицистикой, выполняют исключительно представительские функции. Естественно, это недопустимо. И позволить этого я стране не могу. Особенно сегодня, когда открылось столько возможностей для популяризации отечественного образования среди дружественных и заинтересованных стран. Относительно аттестации ректора БГУ, правительство внесло предложение радикальное, в связи с наличием значительного количества проблемных вопросов в деятельности, как университета, так и лицея БГУ. Я пока не склоняюсь к такому решению, и это один из важнейших поводов и причин сегодняшней нашей встречи. Мнение правительства, естественно, поддерживает и Министерство образования. Министр об этом скажет, он член правительства, поэтому, наверное, это естественно. Вроде бы все понятно, если формально-бюрократически к этому относиться. И вроде бы и обсуждать, на первый взгляд, здесь нечего. Но я вам сказал уже, что в современное время, в наше время, когда мы многое поняли и осознали, подавляющее большинство нашего общества, с бухты-барахты кадровое решение принимать, особенно ведущим в УЗИ страны, неприемлемо.